и снова здравствуйте всем привет итак набросал я вот такого торка сейчас расскажу что откуда и как значит так документы сейчас наверное экран чуть чуть посветлее сделаю так значит что тело вот это вот тело это значит предыдущий персонаж сумоист немножко вот тут скульпт из альфа 6 переделал кое-что поотрезал так голова голова сделана с болванки скульпт из альфа 6 это персонаж значит взят из игры вот где снайпер потом медик вот этот солдат вот я его тут чуть-чуть переделал как раз типаж и формы головы у него подходила вот губу переделал рот разрезал как по прошлым роликом так что еще шмотки это я уже здесь сделал значит из чего состоят шмотки это маска на плечах чуть-чуть с дырками сделано тут можно еще попорвать и потом опять же маска идет отдельно тулуп вот такой ну чуть-чуть сделаны полосы чтобы потом отделять на разные куски так следом ремень ремень маска тоже по поясу используя control и кисточку вот этот курс сделал маскирование верха низа а эту часть уже экстракт так дырки на поясе сделаны с помощью маски сейчас я вам покажу как это все делалось значит маскируем вот такой вот кружок делаем control и и потом кисточка стандарт просто вминаем и результат вот так вот и получается ровная такая ровное отверстие так что еще ну вот опять же вот эта вот часть тряпка это маскирование и потом вытягивание кисточкой кисточка идет у нас мофта пола g вот она вот ей потом это все дело вот так вот вытягивалась используя симметрию x английская так пальцы вот эти ноги взяты с персонажа по моему но они у меня заготовки уже вот этих рук ног это ну чтоб не сбрехать это по моему халк и вот кисти рук от халка и ноги вот эти вот пальцы именно проработаны от халка можно конечно было обувь добавить но не суть вопроса так еще что значит вот эти части типа кожа это маска потом все это дело вытягивалась ну и вот это вот часть типа напоминает кожу обувь на ноги это тоже маска так по ниткам пройдемся что у нас тут с нитками вот эти вот нитки это кисточка курфтюб вот она как она работает вот вытягиваете и получается у вас вот такая вот сопля вот из нее я сделал нитки так ctrl z ctrl z ну в принципе ничего такого давайте посмотрим на самого на самого персонажа так alt выделяем скрываем скрываем это что у нас тряпки тоже скрываем и переключаемся н английская на самого персонажа вот вы видите что здесь значит тут эти вот маски шли это ремень а это уже нижняя часть обуви так чуть-чуть я тут поизменял немножко скачал анатомии вытянул хребет чуть-чуть его сплюснул потому что сумоиз был вытянутый ну и чуть-чуть поднадул кое-где тут чуть-чуть мышцы переработал так вот такая сетка потому что это после скульпты с альфа 6 это триангулят ну триангуляция треугольники надо будет переработать потом дай на мыши возможно я не знаю делать его по отдельности с одеждой или уже вместе у так все сделать тут персонаж кстати вот этот файл после раскрашенный будет ссылка в описании на этот ролик уже в группе где мои все работы выложены для скачивания так ну погнали теперь красить так за образец я взял из интернета значит картинку сейчас я вам покажу ее так вот она картинка подключаем и вот так выглядит исходник да вот у него ноги чуть потоньше руки чуть-чуть там лицо вытянуто но это не проблема можно все по вытягивать да ну цели не было сделать прям идеального такого нужен просто орг для как сказать ну для нашего бойца альянса потом этого орка можно еще когда все объединится растянуть и он будет выше где-то что-то уплотнить и он будет уже другим короче из этого орка можно сделать ну четыре варианта можно одному сделать ноги потом потоньше ну и изменять вот эти конечно одежды кому-то добавить щитки будет боевой орк вариантов валом оставлю вот эту штуку это будет как болванка вы можете потом переделать типаж лица вот этого персонажа менять головы и чуть-чуть доработав в тело преобразовав его сделав допустим где-то потоньше где-то похудее где-то подлиннее его сделать ну вот получится нормальный думаю персонаж так текстуру я скачал красную вот красная тряпка это я хочу использовать для покраски значит вот этих частей так даже можно видеть еще поменьше чтобы нормально было z-n панель включаем где они тут тряпки эти как это значит вот они включаем кисточку стандарт включаем rgb зад отключаем и кисточку побольше иксиметрия и просто красим так цвет ставим сразу белый чтобы увидеть как это все дело будет происходить z прибавляем значит качество текстур так смотрим шрифт отключаем ну как то так можно еще где-то выбрать темную часть чуть-чуть мазнуть вот он теперь прикольно так еще потемнее часть давайте вот сюда я на плечо кисточку поменьше вот так в принципе цвет прикольный так разберемся теперь давайте вот стильняшкой с этой как им тужу когда я скачал текстуру кожи посмотрим как она будет себя вести понравится не понравится но вот такой цвет у нее так мы перекрутим поставим на одну сторону так еще можно прибавить цветности z убрать мы пробуем как это будет смотреться так их симметрия принципе смотрится неплохо так нормально еще нужно один вид кожи потемнее и вот эти части замаскировать час я все это дело покажу как делается так вот теперь еще давайте разберемся с этим мехом надо сказать скачать текстуру меха и еще какие-нибудь кожи так накачал я это дело смотрим темную кожу подключаем теперь нужно вот где у персонажа есть вот эти разметки да вот эти вот замаскировать их вот прям по шву так так икс симметрию отключаем так вот это разграничение вот это вот так по плечу и сделаем и все вот это маскируем здесь будет другой кусок кожи делаем control и подключаем текстуру черную уменьшаем ее ну чтоб прикольная была так z отключаем глаз включаем нашу кисточку и все это дело красим так ну вот а что и ничего так нормально кожи кусок так теперь еще один кусок сделаем этот кусок будет вот здесь вот и пусть он выходит значит вот сюда наверно половина пускай наверно будет черная control и и пробуем значит опять shift z z глаз убираем текстуру можно теперь сделать поменьше чтоб поплотнее была и красим бац и вот сюда я тоже загоняем о ну чё нормально такой переполовиненный д половина одного цвета не знаю хорошо это будет нет или лучше куски оставить так давайте наверное куски только оставлю пусть спереди будет однообразно а то будет как-то бросаться в глаза так эту текстуру убираем а эту подводим перекручиваем уменьшаем подгоняем и перекрашиваем ну вот так я думаю будет лучше ну да сзади вроде на спине латаная спереди однообразно и так теперь орка шрифт z з эту уводим текстуру и вот хочу цвет наверно взять все таки с этого персонажа так уменьшаем шрифт z через альту выбираем голову и на голове что-нибудь это нарисуем а потом цвет выберем как c выбираем значит английская c и красим нашего персонажа вот глаза можно черные оставить нормально будет так теперь цели с нижнюю и теперь орка потом на орка можно еще что сделать вот когда вы украсите так как вы украсите можно включить вот альфу уменьшить интенсивность и поставить допустим другой цвет ну темно-зеленый да так еще что так ну вот это драфрек можно поставить и тогда рисовать уже таким образом но вот у него сетка другая и поэтому не видно надо все это дело переделать для лор и сделать дайна мэш дайна мэш желательно побольше то что модель у меня не столь большая о пойдет так интенсивности побольше побольше краски так где тут еще вот еще одна текстурка вот такие пятна можно делать даже можно интенсивность поменьше если сделать то можно еще кисточкой рисовать вот эти штукенции штукенции зад отключаем интенсивность поменьше так и попробуем где-то что-то вот эти вот части темными сделать это паховую часть где бицуха он в принципе не будет раздетый а там кто его знает можно его сделать и без шмоток одного угу чири шипс включая видимость все вот этих штук Саптулов Выбираем нашего персонажа И Так, через Альт Глаза оставим только темными Так, руки Руки тоже С Иксиметрия И красим Интенсивность побольше Так, обувь Ремень будет у нас Давайте Пускай будет темный, да? Да, нормально будет Ремень темный Эта часть тоже темная Переход Тоже пускай будет черный А вот бляха пусть будет Светлая Так, даже еще светлее Чтоб можно было Под металл ее потом Засобачить Так, ноги Ноги тоже красим В зеленый А кто тут еще Так, зубы Зубы белые Это однозначно Так, вот на эту штуку Наверное текстурку Попробуем меха Не знаю, как она будет смотреться Я тут поднакачал Так, это вот Белый мех Вот этот Вот так он выглядит Немножко его нужно перекрутить И когда вот эта штука будет рисоваться Нужно, чтобы Высокополигональная была Вот эта сама Заготовка Значит Shift Z И делаем Ctrl D Ctrl D Ctrl D Так, это даже можно Подождите Сделать Деллоу И сделать Дайномеш Побольше Переделать сетку Короче Так, Shift Z И рисуем Щеток Неплохо Сейчас еще маскингом Поработаем И будет бомба Так, а маскингом Работаем как? Так Снизу тоже дорисуем Находим Маскинг Находим Маск Би Колор Маск Би Интенсив И попробуем Немножко Все это дело Значит Повытягивать Ну вот Нормально Нормально Шивь З И под углом Еще разочек Проведем Так Верхняя часть Тоже Тоже В принципе Что? Напоминает Gmail Напоминает Шивь З Ну как-то так Какой цвет Теперь выбрать Для вот этой обуви Ну наверное Давайте Много тут Цветов Не надо Так Вот здесь Вот У этого Перса Интересно Какой цвет Обуви Так Коричневый Коричневый Это серый Давайте серый Возьмем Типа вот эту Его кожу Цвет Только мы Ее применим Вот к этой Штукенции Она не должна быть Вместе Соединенная Нормально Шивь З З Прибавляем Цветности И рисуем Вот эту Штуку Так Слишком Что-то Темное О Ц Не Лучше Наверное Темное Использовать О Такая Темно-синяя И как раз Черный Темный Вот этот Верх Ну вроде Так Будет Лучше Так Теперь Обувь Тоже Таким же Образом Делаем И на Верхней Сейчас Сделаем Значит Тоже Мех Вот На Эти Штуки Отключаем И Вот На Эти Штуки Сделаем Мех Как Было Лучше Перекрутить Так Иксиметры Отключим Чтобы у нас Рисунок Не сбивался Вот А теперь Лучше Отзеркальным Геометрием Модифит Аполучи Мира НТЛ Так Нормально Это Есть Гуд Значит Мех Так Руки Голова Ну Глаза Я вставлю Уже В Забрас И Теперь Получился Значит Вот Такой Прикольный Перс Так Что У нас По Обуви Геометри Мира НТЛ Все Вижу Что-то Не стыкуется Тут Так Тут Пятки Значит Теперь Ноги Выбираем Кисточка Клейбилдап И Через Альт Немножко Все Это Дело Вдавить Чтобы У нас Нога Не Вылазила Вот Так Как-то Сохраняю Вот Этот Файл Если Кто-то Захочет Его Перекрасить Переделать Вот Такой Значит Вариант Файл Save Path Это Будет Org Так Еще Нитки Не покрасил Пусть Тоже Будут Значит С С Так Ctrl Z Кисточка Стандарт Пускай Нитки Будут Тоже Темные Откуда Б У него Белые Взялись Все Рано Грязные Должны Быть Так Теперь И Вот Эти Тоже Нитки Покрасим Пойдет И Глаза Не Будут Бросаться Кстати Так Теперь Что Делаем Еще Раз Все Это Дело Сохраняем Теперь Нужно Все Это Дело Объединить Переделать Сетку Сделать Развертку Давайте Посмотрим Как Это Все Дело Делается Значит N Панель Персонажа Лучше Наверное Опустить В Самый Низ Так Как Раз Тут Через Голова Уже Внизу Теперь Так Челюсть До Самого Низа Ноги Тоже Опускаем Так Это Значит Челюсть Еще Находим Руки Так Вот Они Руки Так Что У нас Тут О Ctrl Z N Панель Выбираем Голову Делаем Merch Down Ставим Чтобы Потом Не выбирать Ок Ок И Смотрим Вот Получился Вот Такой Персонаж Это Будет Болванка Сейчас Нужно Все Это Дело Склеить Чуть Подлепить Кое Где Делаем Геометри Делаем Всему Этому Так Dynamesh И Шифтом Смотрим Как Он Тут Склеился Так Шифтом Так Немножко Еще Можно Убрать Значит Значение Так Теперь Все Это Дело Опять Перерабатываем Склеиваем То Что Не Склеилось И Аккуратненько Вот Это Все Ликвидируем Все Вот Эти Стыки Вот Этот Весь Переход Ненужный Вот Так Вот Так Над Кистями Тоже Аккуратненько Все Это Дело Чтобы Рисунок Руки Который Я не Лепил Не Испортить И Через Аль Где-то Чего-то Еще Можно Пролепить Добавить Какие-то Детали Какие-то Детали Вот Здесь Уже Неинтересно Смотрится Нужно Ее Немножко Сделать Потоньше Тогда Она Будет Смотреться Прикольней Также Можно Вот Видите Вены Есть Можно Также Еще Вены Долепить На Персонажа Так Вот У него Еще Голова Видите Отходит Далеко От Тела Вот Это Вот Эти Все Нюансы Нужно Сразу Сразу Выявлять Чтобы Потом Когда Все Будет Сделано Вот Объединено Там Что-то Чтобы Все Это Потом Моз Моз Мозг Так Вот Так Накиды Сейчас Еще Сразу Отобью Нижнюю Грудь Вот Эту И Верхнюю Часть Чтобы Потолще Было Также Тут Еще Отобью Немножко Ребра Вот Эту И Центральную Часть И Живот Вот По Низу Так Так Все Это Можно Не До Конца Выглаживать Будет Тогда Прикольнее Вот С этими Со Всеми Шероховатостями У Мне Вот В Таком В виде Когда Вот Эти Полоски Мне Очень Нравится Слегка Если Вот Так Вот Раз И Уже Тут У Нас Переход Видите Цвет Преобразует Глубокие Части Можно Полосками Прорисовывать Эти Внутренние Делать Мышцы И Будет Все Бомбовски Так Персонаж Готов Что Делаем Нам Теперь Нужно Сделать Персонаж Дубликат Так Кстати Я Еще Не Поглядел А Брод Нормально Так Вот Эти Часть Если Вы Не Уберете Вот Стыковки То Когда Вы Сделаете Развертку И Сделаете Нормал Мап Эта Полоса У Вас Останется Ну Опять Ж Вот Не Досмотрел Тут Не Докрашено Так Делаем Дайна Мэш И Выглаживаем Вот Эту У меня Часть Вот Где Стык Шлей Чтобы Там Сетка Потом Не Скажалась Нужно Все Это Дело Убрать И Опять Ж Склеивать Дайна Мэш Вот Теперь Все Нормально Тогда Вот Этого Верхнего Орка Delete Потому Что Он Недоделанный Делаем Дубликат Ставим На симметрию Английская X И Теперь Делаем Что Делаем Геометри Делаем ZRM ZRM Где-то 10 тысяч Будет Нормальный Персонаж Чтобы Не Испортилась Вот Эта Вся Внешность Его Не Столько Тело Портится Как Части Головы Части Вот Эти Пальцы Ноги Вот Это Плоховато Потом Может Выглядеть Лучше Делайте Персонажа Побольше Значит Полигонажем Где-то Ну 15 тысяч Нормальная Анимация Держит Если Полностью 15 тысяч Полигонов Будет Персонаж Но Если Вдруг Что-то Где-то Вот Сейчас У меня Получилось 5 тысяч Да Смотрим Как он Выглядит Что У него Пропало Видите Появляются Вот эти Дыры Вроде Бо Все Хорошо Было Сделано Ну С Пальцами Вроде Бо Все Хорошо Если Я Сейчас Буду Прибавлять Попробуем Давайте Исправить Это Нажать Modify Topology Так Это Close Закрылись Эти Части Делаем Control D Control D Ну Вроде Сильных Таких Гадостей Нет Ну Вот 5000 Полигонов Будет Персонаж Это Класс Но Это За счет Того Что У него Лицо Такое Все Вытянутое Так Projectal Да Так Смотрим Если Мы Сейчас В Геометре Понизим Детализацию Вот Видите Здесь Уже Не Получится Сделать На 5000 Анимацию Лица Губы Хорошо Получились Но Вообще Не Видно 23 Тысячи Полигонов Вот Это Более Менее С Которыми Можно Вот Видите Сделать Ему Тут Вставить Глаза Но Веки Можно Отдельно Это Не Проблема Ну Сетка Сетка Нормальная Так Control W Одну Полигруппу Вот Такая Получается Сетка Здесь Будет Вообще Пониже Для Игрушки Где Он Не Будет Допустим Разговаривать Но 5000 Полигонов В принципе Будет Нормально Он У меня Не Будет Говорить Не Будет Ну Как Будет Орать Рот У него Есть Поэтому Глаза В принципе Мне Без Разницы Вот Это Стукенция Здесь Просто Пазы Здесь Будут Ставлены Глаза И Он Будет Или Бровями Там Как Сказать Двигать Или Или Просто Скулами Давайте Сделаем Игровой Персонаж Пусть Будет 5000 Полигонов Ну А Если Вам Для Анимации Для Какой-то Сценки Лучше Тогда Брать Побольше Полигонаж И Делать Если В Блендер Будете Анимацию Делать Просто Там Понижать Сетку Децимейт Мастером И Все Будет Нормально Ну То Что Они Будут Триангулированные Вот Эти Все Не Квадры А Треугольники Это В принципе Не Столь Важно Если Вам Для Мультфильма Никто Сетку Вашу Там Рассматривать Не Будет Тем Более Сейчас Игрушки Принимают По Принимают Без Разницы Какую Сетку Какая Там Что У Нее Есть Все Работает Там Нормально Так Тогда Я Оставляю Вот Этот Полигонаж Делаю Дальше UV Мастер Заходим В UV Мастер Тут Кстати Я В Прошлых Роликах Показывал Что Можно Самому Рисовать Где Будет Проходить Развертка Но Я Делаю В Принципе Автоматом Нажимаем Если Сейчас У Рэп Все Это Дело Разворачивается И Посмотрим Какая Будет Развертка Для Плагины Фрейм Ну Вот Так Я Развернул Пальцы Ног Вот Голова Здесь Как То По Плечам Наверное Или По Ноге Пошло Так Он Рэппинг Ну В принципе Пойдет Если Рисовать Отделять Уже Вот Сейчас Можно Вот Этого Персонажа Закинуть В Забраж Допустим Не В Забраж В Блендер И Здесь Его По Этим Вот Ребрам Регионам Поделить Развернуть И Раскрасить Уже Тогда Забраж В принципе Что тут Раскрашивать Зеленый Цвет И Чуть Подводки Можно Вот Это В Блендер Пардон Оговариваюсь В Блендер Можно Все Это Дело Сделать Так Когда Вы Это Все Сделали Развертка Вас Устраивает Нажимаете Копию US Нажимаете Накрашенного Того Персонажа Следом Прикрепляете Это Дело Все В Past US Так Поле Можно Отключить И Нужно Теперь Подключить Текстуры From Polyprim Подключили Чтобы Сделать Normal Map Убираем На Самый Низкий Уровень Жмем Normal Жмем Крит Normal Map Вот Появляется Normal Делаем Клон Заходим В Текстуры И Жмем Flip Это В случае Если Вы Будете Персонажа В Блендер Импортировать Нужно Вот Эту Normal Переворачивать Потому что Она Там Можно Перевернуть Потом Будет И В Блендер Ну Чтоб Не Заморачиваться Сразу Для Блендер Переворачиваем И Сохраняем Экспортируем В папку В формате PNG Орг Тело 5.1 Нормально Пойдет Так Следом Что Вот Мы Понизились На тот Уровень Который Нам Нужен Мы Сейчас Можем Сделать И 23000 Полигона Сохранить Удалив DLOWER И Сделать На 5000 Полигонах Давайте DLOWER И Экспорт Экспортируем Персоназа В формате OPS В папку Где будет Этот Орг Ctrl Z Я Верну Все Назад И Поставлю Его На Высокую Полигонах В случае Если Мне Пригодится Я Этот Файл Тоже Сохраню И Просто Если Потеряется Развертка Допустим С персонажа Я Смогу Отсюда Вытащить Так Вытащить Каким Образом Смотрите Есть Текстура Map Я Загружаю Вот Этот Проект Так Загружаю Этот Проект И Делаю Клон Тексты Вот Она У меня Тут Появляется Я Нажимаю И Могу Экспортировать В папку Все Мне Персонаж В принципе Не Нужен Если Он Остался В Блендер Так Что Дальше Дальше Делаем Вот Это Все Дело Отключаем Это Нам Не Нужно Делаем Н И Что У Нас Получается Так Бляха 440 1000 440 Полигонов Где Она Взята Она Взята С Кисточки Это Забрашевская Кисточка И Вот Она Бляха Гайки Там Все Вы Можете Здесь Базовая Несколько Даже Для оружия Тут Приклады Все Понаходить Это Базовая Потом Найти Треки Для Танков Также Тут Какие Причиндалы Для Фантастики Ну Словно Запас Есть Выбора Так Бляху Я экспортирую Просто Сразу Экспорт Пишу Бляха И В папку Делаем Проход Чтоб Видеть Что Объединяться Будет И Делаем Мерф Даун Мерф Даун В принципе Можно И нитки Объединить Но Я не знаю Как Они Будут Себя Потом Вести Ну Давайте Объединим Чтоб Они Склеились Просто Как Развертка Будет Одно Посмотрим Сейчас Качество Вот Этого Всего Настолько Изменится Это Будет Жесть Вот Все Объединено Так Это У нас Уже Обувь Пошла Вот Делаем Развертку Можно Делать Вот Просто Сейчас Мы Объединили Вот По Этим Поле Группам Единственное Что Сетка Вы Видите Она Из Группы С Альфа Шестой Триангулированная Да Такая Штука Воротник Умного Полигонажа Ctrl W Получается Ctrl W Одна Полигруппа Теперь Делаем Дайном Ремеш Склейку Побольше Полигона Чтобы Это Все Более Менее Нормально Было Выглядело Где-то Что-то Эти Заусенки Можно Поприбрать Сразу Чтоб Ничего Там Не Висело Ну А так Ничего И не Висит Сильно Ну Пробуем Сделать Теперь Зеремеш Это Будет Сейчас Если Низко Полигональную Сделать Будет Жесть Так Это Здесь Нужно Иксимметрию Включать Чтобы У нас Симметричная Модель И Сетка Была Симметричная Симметричная Вот Такая Сукента Получилась Но 5000 Полигонов Давайте Посмотрим Как Наложится Опа А А я Сейчас Дубликат Не Сделал Это Трагедия Потеря Потерь Так Так О Делаем Дубликат И На Дубликат Делаем Теперь Геометри В РМС Так Смотрим Что У нас Тут Происходит Вот Такая Смотка Видите Опять Если Близко Смотрим Полигоны Какие Отсутствуют Делаем Опять же Геометри Close 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 Делаем Close Close Дырки Пускай Это Шмотка Она И так Дырявая Control D Все Все Закрылось Вроде Делаем Projectal Смотрим Качество Качество Вроде Нормальное И Сразу Сделаем Геометри Мира МКЛ А Мира МВЛ Мы Не Можем Сделать Потому Что Уже Включено Значит Подразделение Уже Присутствует Вот Ну Давайте Попробуем Что Получится Ворс Тон Клон Ум Рэп Делаем The Плагин И Copy EZS И Все По-прежнему Past EZS Текстура Map Подключаем Смотрим Какой Нижний Нижний Уровень Вот Так Все Это Можно Подкрасить Где-то Что-то Как-то Подправить Видите Где-то Сетка Вот Это Проблемы В сетке Где-то Потеки Какие-то Это То Что 5000 Полигонов Сетка Ну Ничего Давайте Тогда Сделаем Сделаем Map Опять же Клон Текстура Flip И Все По-прежнему Export PNG Extract 2.1 Можно Переименовывать Но Это Уже Как Пойдет Так Что Тут У нас Нормально Пойдет Качество Средней Паршивости Поэтому Лучше Делать 8-9 Тысяч Полигонов До Низа Не Получается Опускаться Вот Именно С этими Веревками Или Веревки Лучше Доделать Отдельно Накладывать Их Привязывать К персонажу Так Ну Оставлю 20 тысяч Полигонов А Смысл Control Вот Оставлю 5 тысяч Полигонов Посмотрю Как Будет Выглядеть Так Экспорт Сохраняем Теперь Что У нас Тут Осталось Ремень Есть Бляха Есть Это Есть Обувь У нас Осталось Обувь Значит Обувь Саптула Опускаем До Самого Низа Н Панель Сами Галоши Тоже До Самого Низа Объединяем Все Это Дело Merch Down Опять же Делаем Геометри Делаем Дайна Мэш Побольше Полигонаж Н Панель Отключен Видимо С Вот Этого Саптула И Н Включим Обувь Фрейм Перейдем На Обувь Дайна Мэш Сделан Можно Все Это Дело Внутри Выгладить Чтобы Вот Этих Стенок Не Было Делаем Геометри Модифика Положи Н Включаем Их Симметрию Здесь Даже Еще Можно С Чуть Так Текстуру Отключаем Английская С И Чуть Чуть Все Это Дело Перекрасить В Белый Цвет Как-то Так-то И Побольше Все Это Дело Выгладить Пусть Будет Складка Она Даже Прикольная Внутри И Внутри Где-то Если Что-то Зацепили То Лучше Перекрасить Так Собую Можно Уже Тут Без Разницы Как Она Будет Выглядеть Так Делаем Дубликат Делаем Опять же Геометри Дай Нам И Дай Так Зер Мэс Пониже Полигонас Зер Мэс Ждем Смотрим Делаем Контрол Д Контрол Д И Делаем Проджектал Так Жплагины Workton Con Unwrap 2000 Полигонов Копии And Part TVS Теперь Подключаем Текстуру И Здесь Normal Map Я Делать Уже Не Буду Так Отмена И Деометри Находим Нижшее Подразделение Delo Export Extract Extract Один Все Нормально Теперь Этот Файл Сохраняем Вдруг Кому То Понавится Org Развездка Можно Еще Будет Поэкспериментировать Здесь Переделать Именно Смотку Если Сейчас Что-то Будет Не Так Ну А Теперь Идем В Blender Заходим В Blender Удаляем Куб Единица На Нампаде N Панель Стрин Каски Иван Ключ Отключаем Видимость Камеры Чтоб Не Мешало Так Теперь Файл Импорт И Все Закидываем Сюда Сопту Находим Org Extract 2.1 Теперь Файл Import Ox Extract 3.1 И Погнали Все Это Делаем Одну За Одной Закидываем Отлично Тихо Уж Тихо Одну Отлично Уж 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 Мешай Уж 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 так получился вот такой у нас орг не пойму что у меня тут как модель закидывает возможно так зависит от разных вот этих программ то ниже то выше вот этого пивота так смотрим что получилось выглаживаем правая кнопка мыши шейбер смут шейбер смут вот видите нету текстур у зубов нужно просто это все дело удалить создать новую и пусть будет белый цвет так теперь нужно закинуть свои зубы с какого-нибудь персонажа потом закинуть глаза ну уже тогда ставить кости так видите сетка переработалась и вот обувь чуть-чуть по ногам не подходит давайте привязываем ее с оригинус курсору и теперь можно чуть-чуть поднадуть где-то что-то отвести подгадать ну чтоб ровно вот это все дело было нужно еще все это дело отделять выбираем вот эту функцию снимаем выделение выбираем один башмак делаем пи selected обжиг мод удаляем один башмак а этот башмак можно сделать модификатором мира привязать его вот нашему допустим персонажу и применить модификатор все теперь вы видите что принципе не столь однообразно почему-то сейчас будем исправлять это дело с помощью скульпт мод включаем их симметрию делаем английскую и это все вытягиваем натягиваем на нашу ногу поровнее вот эту часть тоже дырки пускай конечно остаются так обувь есть то у нас идет по смоткам так что у нас тут если камеру включить вот насколько маленький наш персонаж получился выделяем все и сделаем ему это режим 3d курсор и теперь от скрусора будем поднимать включен теперь камеру вот нормальный будет размер выбираем майку заходим но вот теперь он заходим на настройки и делаем спекуляр и спекуляр так это значит чуть поменьше нормально персонажу тоже делаем красный это блеск и блеск и блеск и не надо давайте добавим теперь экс текстуры и мэс текстуру и добавим вектор нормал мат подключим сюда где у нас тут орг подключим ему нормал мат орк тело и отключим нон колор смотрим как тут вот видите нормально все проецировалось вот нормальный текст она и то же самое для ремня ставим для других таких участей мы посмотрим как он будет смотреться при свете до поставим свету значит лифт солнце пятерка отвернем светлый линит закат в рассвет и сидим в бок погуляем с камерой немножко так и немножко свет развернем ну получился вот такой персонаж если сейчас ставить ему глаза зубы добавить рик то в принципе будет вроде как и неплохой такая штука как что-то с пальцами пальцы нормально пальцы ног нормально бляхи нормально ставлю ему именно рик сначала миксамовский посмотрю как он ходит вот видите тут наверно придется переделать вот эту шакетку вот потекли полигоны и вид вообще не очень и добавлю отдельно наверно вот эти ниски ну вот такая информация все в следующем ролике немножко анимации немножко рига я уже ему свой тогда риг вставлю чтобы вот эти вот ремень не ломался и более-менее по-другому чтобы он работал все всем пока до свидания и и и